С сегодняшнего дня все творцы при создании своих работ, будь то музыка, живопись, поэзия или инстаграм фотокарточки или ролики на ютубчике или граффити на стенах, станут использовать новую философию. Мы в своих кирпичных замках посовещались и решили, что в культуре и искусстве другой философии не существует и существовать не может. Мы в своих кирпичных замках все за вас придумали. Мы все за вас уже придумали. С сегодняшнего дня неустроенных и недовольных своей жизни людей в нашем искусстве существовать не может. Только самое новое, светлое и счастливое мироустройство – вот наш вектор развития сейчас и на долгие-долгие годы вперед. На будущее. На всегда. Мы считаем такой подход к искусству справедливым абсолютно для всех. Максим Горький, а вы как считаете? Я считаю, что литература должна, ну, просто обязана быть направлена к великому делу. Человек – это звучит гордо. В жизни всегда есть место подвигам. Изумство храбрых – вот мудрость жизни. Горький, заткнитесь уже, мать вашу, за ногу. С сегодняшнего дня, если ты занимаешься искусством, если ты художник, то твои картины должны быть про наших людей, про наших счастливых и довольных своей жизнью людей. Если ты поэт, то твоя поэзия должна мотивировать людей работать по 4 и 5 смен в день. Люди должны быть счастливы. Люди должны видеть повсюду счастье. Искусство должно изучать счастье и позитив. Наш отдел по качеству искусства покажет вам несколько примеров нормальных картин. Первая картина называется «Жрать нечего, но мы довольны, упитаны, счастливы и сильны, как наше с вами государство». Вторая картина называется «Не пиздите, я вовсе не дед». Третья картина называется «Не важно, баба ты или мужик, работать на заводе все будут одинаково». Четвертая картина называется «Все равны, но есть те, кто ровнее». Пятая картина называется «Мы ебашем на заводе, и мы счастливы, потому что искусство должно излучать счастье». Шестая картина очень патриотичная. Она называется «Мы ебашем людей, и мы тоже счастливы». А все потому, что искусство должно что делать? Правильно, искусство должно излучать счастье и позитив. Именно таким и должен быть посыл абсолютно любого искусства. Все мать вашу за ногу, счастливы. Любое созданное искусство мы будем смотреть и оценивать специальным отделом по контролю искусства. Нормальные работы мы будем поддерживать рублем и хлебушком. Нормальным художникам для расширения кругозора мы оплатим командировки и поездки по стране. Художникам ненормальным поездки по стране оплачивать не будем, но в длительные командировки мы их все-таки отправим. Преимущественно это будут Сибирь и дальневосточные направления. Мы сегодня здесь с вами создаем новую визуальную культуру. Мы создаем культуру будущего, культуру позитивного, культуру счастья. Да здравствует, сука, реализм! Здоровки! Это было мое мнение, моя миниатюра на тему соцреализма, так называемого искусства. Это очень странный период для всего русского искусства, для русских художников, для русской элиты и для умных людей. Многие, большинство умных, интересных личностей из России в тот период времени эмигрировало в западные страны, потому что здесь им просто не давали творческого воздуха. Ну, либо просто-напросто отправляли куда-нибудь в Сибирь, либо в ссылки. Убивали, одним словом. Художники современные и художники прошлого – это всегда люди очень тонкого духовного настроя. Это очень тонкие и нежные личности. И, соответственно, какое-то деспотическое давление оказывать на них нельзя. Это никак не поможет их художественному развитию и их творчеству. Соответственно, искусство развиваться в таких условиях просто не может, потому что художник в таких условиях не может жить, спокойно работать и создавать свои какие-то интересные, крутые работы. Когда политика засовывает свои грязные ручонки в искусство, то это искусство превращается в оружие массового поражения личности. Для существования режима индивидуальности не нужны. Творцы и художники, которые не держатся за свои принципы и принимают заказы от государства, политические заказы на художественную деятельность, такие люди в социализме процветали и создавали очень и очень много различных работ. Это было и кино, и картины, и литература, и плакаты агитационные. В общем, весь Советский Союз был пропитан такой заказной пропагандой. Вспомните мое недавнее видео про дегенеративное искусство. Если вы его не видели, то здесь будет ссылочка на него. Обязательно посмотрите этот видос. По теме выборки прекрасного из искусства и деления искусства на ваше и наше, дегенеративное искусство находится очень и очень недалеко от социального реализма. Ну или социализма. Я считаю, что не должно быть и вообще не может существовать только лишь прекрасного искусства. Искусство должно быть разным. Оно должно быть любым. Ужасным, некрасивым, дорогим, всратым, прекрасным, массовым. Оно должно быть любым. Его должно быть много. Потому что это искусство, это как природа. Оно развивает различные направления. Оно движется в различных направлениях. И оно создано для всех. Границы и рамки в искусстве всегда ведут к деградации творчества и к деградации личности. Спасибо за то, что вы подписываетесь на канал. И спасибо за то, что вы ставите лайки моим видео. Напомню, что лучший способ помочь мне делать видосы круче, это подписка на канал. С вами был я, Макс Отто. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok